Конструктивный диалог между представителями промышленной сферы малого бизнеса и власти определяет успешный вектор работы экономики. Об этом заявляет помощник президента, инспектор по Могилёвской области на расширенном заседании Президиума Бобруйской ассоциации промышленников и предпринимателей. Местом встречи выбирают завод ТДИА. В зале – директора предприятий и руководители организаций. В фокусе внимания – совершенствование нормативно-правовой базы, взаимодействие с контролирующими органами и фондом соцзащиты. В январе – это месяц, когда подводятся итоги 2022 года. Безусловно, анализируются ошибки, анализируются достижения. Нам есть чем похвастаться, тем более я говорю сейчас о промышленном комплексе города Бобруйска и Бобруйского района. Заместить за короткий промежуток времени импортные изделия, детали, оборудование, которые использовались десятилетиями – задача сложная, но выполнимая. Белорусы доказали всему миру, что умеют не только работать, но и производить качественную инновационную продукцию, которая по своим характеристикам даст фору европейским аналогам. Еще одна цель – рост заработной платы. Она должна быть повышена более чем на 16%. Среднемесячная в 2023 составит 1490 рублей 60 копеек. Несмотря на санкционное давление, промышленные предприятия города Бобруйска сработали с положительной динамикой и показали значительный рост. Очень хорошо сработал машиностроительный комплекс, нефтехимическая промышленность, легкая промышленность. Для нас очень важна кооперационная связь наладить между предприятиями. Между предприятиями не только государственной формы собственности, но и частной формы собственности. И это нам успешно удается. Деньги должны работать. Эта простая истина известна каждому бизнесмену. Плюс они могут принести общественную пользу. Промышленники и предприниматели решают оказать спонсорскую поддержку Бобруйскому противотуберкулезному диспансеру. Средства будут направлены на приобретение стройматериалов. К слову, в городе построят и новый корпус экстренной хирургии на территории больницы скорой медицинской помощи имени Марзона. К работе специалисты приступят уже в этом году. Готовится проектно-сметная документация. Закончить объект планируют в 2025-м. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.